Скажи, вот ты вообще думал, что ты будешь в Киевском метро стоять возле своей фотографии при куче камней? Честно, вообще такого не ожидал, мне так приятно. Я учился недавно, в этом году закончил университет физкультуры. Ну, довольно часто сюда приезжал и я никогда не думал, что тут будет висеть моя фотография. Как говорила, я теперь, если буду, я там все метро буду проходить через этот проход. А что это за медаль? Сребна. Это ваша, да? Сребна медаль, да. Класс. Шановні друзей, шановні коллеги, я вас на самом деле хочу поддерживать. Это приятно, потому что мы не дейтювали этого, мы не просили, как обычно для нас, для людей с инвалидностью, для громадской организации, людей с инвалидностью. Люди просять, доказывают, переконуют. Давайте на другом это все, чтобы забезпечить их права. Я хочу поблагодарить чемпионов на имени коллектива Киевского метрополитена наших пасажиров. Мы считаем, что люди должны видеть и знать тех, кто такими усилиями более поставляет нашу страну и отстаивает ее честь. Хочу поблагодарить активистов, хочу поблагодарить киевлян за то, чтобы поддержали такой проект. Теперь ежедневно тысячи пассажиров смогут вспоминать самые яркие моменты параллельмарды приема. Такую возможность и взагалі возможность долучиться всем до этой выставки надав проект People's Project, с которым мы познакомились у социальной мережи. И за этой платформой и с этим плотцем, Максим Левогонь стоит рядом с мной, мы за лечение годины смогли набирать деньги, чтобы сделать первый этап фотографии. Не прошло и 8 часов, как все свеклини были выкуплены украинцами в нашей стране, а также за межами нашей страны. Проект People's Project «Усимиря Вогонь», который, так скажем, допомнил в краю фандингу, собрали все необходимые деньги. И вы видите ваши привычки, кто эти деньги жертвовал на свои свеклины. Ну, по-перше, всем доброго дня. Я очень благодарен, что все собрали. Я очень благодарен людям, которые поддерживали этот проект, которые сделали внески в такую важную вещь, как популяризация паралюбийских водителей спорта. Мне самому душа болела за этих людей, за действительно надежных, за действительно счастливых, и, как вы знаете, вогники, которые спалахают в один момент, и потом сгасают. Их нет. Их нет на телеэкранах, их нет на радио передачах. Поэтому мне всегда хотелось поддерживать такую ситуацию. И, дякую Богу, я встретил Наталью в Фейсбуке. За 2 часа до старта проекта и говорю, давайте мы сделаем классный проект и поможем вам собрать деньги. Мы стартанули. И, как сказала Наталья, за 8 часа брали необходимую первую сумму. В перерыве сбора коштей мы встречали наших паралюбийских в Фейсбуке. Первого дня, второго дня. В промежках – это работа, работа, работа. И вышло, что трое суток без сна. Я очень благодарен за эту выставку метрополитенную. Я очень благодарен за вашу работу. Я очень благодарен, что вы все пришли. Я очень благодарен.